Коневский рынок все-таки закрывает или дает время, чтобы исправиться? Сегодня съемочная группа Первого городского канала разбиралась в запотанной истории с рынком за Коневской площадью. Выяснилось, что администрация города настаивает на его закрытии, ссылаясь на то, что земля предназначена для другого. А вот в администрации рынка ничего об этом не слышали, ведь как-то работают на этой земле десятки лет. И несмотря на решение чиновников прекращать торговлю и не собирается. Все подробности в материале. Никто нам ничего не говорил, мы будем работать. Для вас работаем, для народа, для жителей нашего района. На вопрос журналистов, знает ли о запрете чиновников из городминистрации на торговлю на Коневском рынке, продавцы недоумевают. Говорят, в первый раз об этом слышат. Чиновников здесь не видели и уходить никуда не собираются. С какой целью сюда приехала съемочная группа, быстро заинтересовалась руководство рынка. Директор заявил, что все в порядке. На днях его действительно навещали чиновники из администрации. Но, по словам Сергея Солоницына, никаких запретов и не было. Торговая площадка у нас продолжает работать. Нет никаких решений о прекращении деятельности торговой площадки. Время вчерашнего рейда не было сделано ни одного замечания ни одному арендатору. Планируется строительство объекта недвижимости с целью сохранения рабочих мест и предоставления возможности предпринимателям положать свою деятельность. Мы работаем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Но в Кировской администрации, уверяет в обратном, были на рынке. Лично вручили директору уведомление, которое стало следствием одной неизвестной жалобы. В наше управление поступило письмо о нарушении земельного законодательства. И мы отозвали разрешение на проведение ярмарок. Согласно правилам благоустройства, принятыми Кировской городской думой, торговля на улицах, городах, скверах, в парках, вне зависимости от собственности территории, у нас запрещена и разрешена только на ярмарках, которые, согласно постановлению администрации, мы выпускаем. По словам чиновников, торговать на юго-западном рынке они запретили еще 6 августа. Причиной стал якобы статус земли, на которой и находится рынок. Несмотря на то, что он существует десятки лет, внезапно выяснилось, что тут могут быть офисные здания, торговые центры, то есть только капитальное строение, но не торговые палатки. После того, как представители городадминистрации узнали о том, что их решение до сих пор не выполняется, пообещали, что в пятницу на торговых площадях начнут новую проверку.